Моё первое воспоминание о хоккее связано с уличным хоккеем. Это на маленьком пруду мы выходили, у меня мой папа был тренером, он приносил клюшки и всегда выходил со мной, играли с ним в хоккей. Да, был кумир, очень нравился Сергей Макаров. В 1990 году я попал на чемпионат мира и даже сыграл с ним в одной тройке. Мой первый профессиональный клуб был Химик Воскресенск, и я туда попал в 15 лет, начал с ними тренироваться, не так часто играл, но постоянно одевался, сидел на скамейке запасных и ожидал, когда предоставится мне шанс. Мне не очень было принимать тяжелое решение, потому что это были 90-е годы. Хоккей здесь, мягко скажем, был в плачевном состоянии, и для того, чтобы развиваться и расти, я уехал в Северную Америку. Самое сложное было культура, язык, и нужно было привыкать к питанию. Дебютный матч у меня получился таким скомканным. Команда улетела в Миннесоту из-за судебных разбирательств с командой ЦСКА. Я не смог вылететь вместе с командой, прилетел за полтора часа до игры. Наверное, это был первый матч для меня, такой успешный. Меня поставили к Сергею Федорову, я заработал две передачи, а он забил два гола. Наверное, у меня не было другого шанса. Я из хоккейной семьи, папа был игроком, отыграл 10 лет за воскресенский химик, потом работал в Австрии. Вот и с детства меня как-то приучали. Приучали к хоккею, мне он очень нравился и о другом даже не думал. Сложный вопрос. Я очень любил тренироваться. До сих пор поддерживаю хорошую спортивную форму, поэтому, в принципе, всегда все нравилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова